Багратион Главным условием успеха операции Багратион в Ставке Верховного Главнокомандования считали обеспечение полной внезапности для противника. Мысль была совершенно правильной. В лесах и болотах немцы не смогли бы обнаружить подготовку к наступлению и плотно законопатить все немногочисленные направления ударов. Вермахт не ожидал особой активности на белорусском направлении, будучи уверенным, что Красная Армия, предприняв осенью 43-го и зимой 44-го года множество неудачных атак, не будет ломиться в закрытую дверь. А, скорее всего, предпочтет развивать успех на Украине, где у нее с октября были стабильные успехи. В Москве считали архиважным укрепить Берлин в этом заблуждении. Радиопереговоры в полосе будущих действий были запрещены. Причем с режимом тишины едва не перестарались. Один из немецких офицеров позже говорил, что почувствовал недоброе именно из-за гробового молчания советских раций. Другое дело, что смутное беспокойство одно, а понимание, что готовится крупная операция, совсем другое. В расчете на бдительность немецкой радиоразведки представитель ставки на 1-м и 2-м Белорусских фронтах маршал Георгий Жуков приказал свой спецпоезд оставить в полосе 1-го Украинского фронта. По радиостанции фронта нет-нет, да и звучала его фамилия. Для вермахта это был важный признак того, что на южном участке назревают серьезные события. Германская разведка периодически сообщала командованию о том, что из шести имевшихся в советских войсках танковых армий, четыре по-прежнему находятся на Украине. Туда же направлялись эшелоны с новыми машинами. На самом деле перевозили макеты. Усилия ставки по дезинформации не прекращались ни на минуту. Командующий 3-м Украинским фронтом генерал Иван Конев готовил свою львовско-сандомирскую операцию, несколько демонстративно бряцая бронированной мощью. Масса танков, маневрируя между Кишиевым и Припельскими болотами, сделала свое дело. Переистанцировать резервные подвижные дивизии «Беларусь» немцы просто побоялись. Тем временем войска всех четырех фронтов всячески демонстрировали подготовку к обороне. На виду у противника строились инженерные сооружения и огневые точки. Оборудовались ложные огневые позиции. Саперы обезвреживали немецкие минные поля не массовым сниманием мин, а только выкручиванием взрывателей на ограниченных участках. Эти мероприятия убедили Гитлера, что в Белоруссии ничего решительного не замышляется. СССР будет наступать через Украину. В районе Ковеля было собрано семь танковых дивизий вермахта и туда же направили фельдмаршала Вальтера Моделя, главного спецапа о вороне. Модель прославился удержанием в 1942 году Ржевского выступа и теперь на него рассчитывали как на гения. В Белоруссии командовал группой армии Центра фельдмаршал Буш, сменивший в конце октября 1943 года Клюге. Буш был начальник серьезный, но не звезда. И его определили в Белоруссии, чтобы он там спокойно оборонял второстепенный район. Кстати, за сутки до начала операции Багратион Буш отправился в отпуск, что еще раз подтверждает полный провал немецкой разведки. Для того, чтобы отвлечь внимание гитлеровцев, генеральный штаб принял еще одно решение – нанести удар по противнику на Карельском перешейке. 10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. Помешав немецкому командованию перебросить войска из Прибалтики на Белорусский балкон и в Нормандию, Красная армия оказала поддержку и союзникам, которые 6 июня 1944 года начали операцию «Оверлорд». Но главный сюрприз ожидал гитлеровцев 20 июня, когда удар партизан по их коммуникациям стал прелюдией полного разгрома группы армий «Центр». Субтитры создавал DimaTorzok